В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе прошло очередное вручение первых паспортов гражданам Российской Федерации. Я рада, потому что я вступаю в такую взрослую жизнь уже официально. Советы отцов муниципалитета и Союз семей военнослужащих России подписали договор о сотрудничестве. Это будет патриотическое воспитание молодежи в Ленинском городском округе. В деревне Горки прошел четвертый этап открытого чемпионата Ленинского городского округа по гонкам на выживание. Куда-то отлично, все приготовлено отлично, все чудесно. В Ленинском городском округе состоялось очередное вручение первых паспортов юным жителям муниципалитета. Как проходила торжественная церемония узнала Инга Инчук. Ежемесячно в округе по исполнению 14-летнего возраста юным жителям вручают паспорта гражданам Российской Федерации. С получением документа ребят по традиции поздравил глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Хотел бы вручить паспорта всем нашим официальным жителям городского округа. Видновчанка Анна Шевченко пришла за своим первым паспортом вместе с мамой. Девушка отмечает, с документом появится возможность одной путешествовать по миру. Как будущий дипломат Анна стремится как можно скорее приступить к изучению регионов своей страны и культур других народов. Я рада, потому что я вступаю в такую взрослую жизнь уже официально. Я за свои действия несу ответственность сама. Могу передвигаться по России одна уже. Паспорт – это один из самых важных документов вообще для человека. Мама Анны уверена, что ее дочь запомнит получение главного документа благодаря торжественной обстановке. Очень признательна главе Ленинского района, что он задает такие условия, такой праздник детям. При получении паспорта первого для них это праздник. Сегодня мы тоже будем отмечать. Тимофей Полежаев подошел к вопросу получения паспорта основательно и заранее придумал подпись, которую он будет использовать в дальнейшей жизни. Разошло абсолютно спонтанно. Я просто сидел на уроке и думаю, вот придумываю подпись. Сделал себе довольно красивую подпись. Ребенку это событие запомнится, потому что паспорт – это действительно важное событие. Ты становишься полноценным гражданином великой страны с документом. Шести видновчанам с получением документа открылись новые права и вместе с тем же новые обязанности. Каждый отнесся к мероприятию с особым трепетом и отметил, что такое событие запомнится на всю жизнь. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ Адресное информирование о выборах президента России началось в Подмосковье 17 февраля. Представители участковых избирательных комиссий проведут поквартирные обходы, чтобы напомнить каждому жителю о предстоящих выборах президента России. Информационная акция продлится три недели по 7 марта. Члены избирательных участковых комиссий, так называемые обходчики, 4-5 человек, проходят по своим избирательным участкам. То есть они заходят в каждый дом, который закреплен за данным избирательным участком. Значит, у них специальная унифицированная форма, вот как на мне сейчас. Есть именной бейдж, указан номер участка. Во время визита работники избиркомов вручат листовки с информацией о способах голосования, адресах участков. Также обходчики будут общаться с жителями по специальной программе в смартфонах. Будете голосовать на выборах президента? Обязательно. Пойдете на избирательный участок или необходимо голосование на дому? Вы знаете, мне привычно сходить на избирательный участок. Напомним, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать можно очно на избирательных участках и удаленно через портал госуслуг. Вместе все делается проще и быстрее. В администрации Ленинского городского округа прошло подписание договора о сотрудничестве между Советом отцов муниципалитета и Общероссийской общественной благотворительной организацией «Союз семей военнослужащих России». Союзу уже больше 23 лет. И все это время он оказывал юридическую, психологическую, другую помощь семьям участников боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, а теперь бойцам СВО. Объемы работы очень большие. Только за прошлый год за ленту отвезли более 12 тонн гуманитарки. Так что мужская помощь от Совета отцов округа оказалась очень кстати. Уже сейчас, насколько я понимаю, происходит помощь в погрузке гуманитарной помощи, потому что так получалось периодически, что женщины сами брали на себя эту деятельность и, соответственно, сами грузили. Хотя достаточно много мужчин, которые готовы были помочь. Ну и также там по хозяйству периодически возникают какие-то просьбы и тоже у нас мужчины откликаются. Участники договора наметили несколько основных линий взаимодействия. Это и, собственно, гуманитарная помощь, юридическая и социальная поддержка, а также патриотическое направление. Это будет патриотическое воспитание молодежи в Ленинском городском округе. Помощь, чтобы дети понимали, что сейчас происходит, как можно помочь людям, которые нуждаются на новых территориях, как можно помочь в виде гуманитарной помощи, когда собирается, упаковывается, отвозится бойцам. Советы осов Ленинского городского округа существуют с 2021 года и всегда открыт новым участникам и гостям. Мужчины, приходите, помогать может каждый из вас. На территории Видновской клинической больницы работает блок-модуль, который предназначен для диспансеризации жителей. За один день в нем можно бесплатно проверить свое здоровье. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Диспансеризация – это комплексный медицинский осмотр, который проводят в целях оценки состояния здоровья. Теперь пройти такое обследование стало еще проще и быстрее. Для этого на территории Видновской клинической больницы оборудован специальный блок-модуль. В одном здании можно сделать флюорографию, маммографию, УЗИ-исследование, ЭКГ и другие виды диагностики. Как записаться на прием, рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Людмила Сухорукова. Запись на диспансеризацию осуществляется путем нескольких способов. То есть, во-первых, сам человек через портал услуг Московской области может записаться. Это услуги мослег.ру. Либо же позвонить по номеру концентра 122, либо же через инфомат, либо же через два врача. Для каждого пациента предусмотрена индивидуальная программа профилактического осмотра, в которой учитывается пол, возраст человека и ранее сделанные обследования. Перед тем, как получить список специалистов, которых нужно пройти, необходимо предоставить свои документы. Во-первых, нужен паспорт, СМИЛС и полис. И пациент должен быть прикреплен к поликлинике. У местных жителей блок-модуль диспансеризации пользуется спросом, так как все нужные обследования можно пройти в одном месте в течение дня. Пациентка Ирина Коркина выражает благодарность органам местного самоуправления за внимание к вопросам здравоохранения. Нам очень удобно, пенсионерам, конечно. Спасибо большое нашему руководству, что заботятся о нашем городе. Особенно нашему сейчас руководителю, который пришел к Атерову, который сейчас за нас, очень беспокоится. Блок-модуль диспансеризации работает с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, субботу с 9 до 15. Юлия Астаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видном состоялся благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции, который собрал профессиональных артистов и благодарную публику. И не прервется связь времен. Организаторы постарались оправдать название мероприятия, соединив в программе концерта память о прошлом и дав надежду на светлое будущее. Получилось ли, расскажет Юлия Погасьян. С программы этого благотворительного концерта московские артисты уже успели выступить в Волгограде. Тогда организатор проекта Светлана Челян совершенно спонтанно отправилась с певцами в воинскую часть, чтобы проводить бойцов в зону проведения специальной военной операции. На этот раз коллектив дарил свои музыкальные композиции жителям города Видное. Я не могла не прийти на это мероприятие, когда я прочитала в газете приглашение. И поэтому впечатления у меня самые приятные, самые сильные. Спасибо большое исполнителям. Особенно, конечно, документальные кадры, связанные с войной, и песни, которые прозвучали времен Великой Отечественной войны, особенно впечатлили. В этот день в историко-культурном центре звучали всеми любимые военно-патриотические песни «Катюша» в исполнении почетного гражданина России Артема Верхолашина, «Журавли», которую спел юный Карен Григорян, а также авторские композиции Натальи Самойловой и видновчанки «Милы силы». ПЕСНЯ Вместе с сыном Мила исполнила песню «Мой папа – учитель в школе», посвященную мужу и отцу Дмитрию Зернову, погибшему при исполнении служебного долга в зоне СВО. Невероятно, но именно в этот концертный день Дмитрий должен был отметить день рождения. Диму я знал давно, и прямо накануне отъезда, буквально прямо на следующий день он уезжал, мы встретились чисто случайно в городе, и он говорит, «Поисей Александрович, я ухожу в СВО участвовать, пожалуйста, не оставляйте мою семью». Ну, конечно, мы не знали, чем все закончится, но Игорь Иванович, молодец. Уже он у нас во всех военных, патриотических клубах, концертах и так далее. Мила всегда у нас выступала. Завершился благотворительный концерт, и не прервется связь времен минутой молчания. Уже более 40 жителей Ленинского округа не вернулись с полей сражений специальной военной операции. И название концерта стало напоминанием о том, что в любые времена мы остаемся великим народом. Юлия Погосяна, Александр Лугинов, Кургосадовская. Видно этого. В деревне Горки прошел четвертый этап открытого чемпионата Ленинского городского округа по автомобильным гонкам. Среди зрителей экстремальных заездов была и наша съемочная группа. Подробнее расскажем в нашем сюжете. Преодолевали все препятствия трассы «Казачий дозор» на очередных гонках на выживание 15 участников. Сначала три предварительных заезда, в которых гонщики набирают очки. Затем еще один дополнительный и самая интересная часть гонки – финал на выбывание. Задача – не приехать последним в серии коротких заездов по два круга. Опытный гонщик Антон Рыжиков доволен своим результатом и организацией соревнований. Пытаться отлично, все подготовлено отлично, все чудесно. Мы кайфуем по полной программе. Настоящий спортивный праздник собрал большое количество поклонников этого зрелищного автошоу. Многие приезжают из других уголков Московской области и Москвы. Как, например, Игорь Коровин вместе с супругой и двумя сыновьями. Совсем недавно они открыли для себя этот экстремальный вид спорта и стараются не пропускать ни одного соревнования. Буквально недавно открыли для себя данный вид автоспорта технического, очень интересный, увлекательный. Мы уже третий или четвертый раз посещаем. Десятилетний Максим оценил развлекательную программу для детей. Мне очень нравится это мероприятие. Мне нравится наблюдать за машинами, как они древчат, как переворачиваются. И еще после первого заезда проводят с детьми такую развлекуху, где можно попрыгать, согреться. И мне это тоже нравится. По итогам заезда в третье место занял Антон Рыжиков. Серебро у Александра Протопопова. А победителем четвертого этапа стал Евгений Галахов. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Виднет-ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.